привет господа сегодня начинаем новый цикл точнее новую серию не знаю сколько она продлится но новый жанр он во многом похож на то что мы делали с вами раньше но немножко другой потому что я теперь не буду называть это рецептами я теперь буду называть это let's cook болтовня во время готовки еды люди смысле подписчики говорили давай видео давай видео мне уже слегка это не то чтобы поднадоело как бы я почувствовал какой-то тупик что рецепты уже большинство из того что я ем подавляющее большинство уже отснято изобретать какую-то фигню там типа ну не знаю даже не хочу голову напрягать всякие бразильские рецепты совершенно не хочется вот думаю ладно так денег все равно это не приносит чтобы приносила денег нужно 3 чужие видео писать 10 прекрасных способов съесть крокодила там еще чего-нибудь типа такого же это мне это не нравится ну смысле такие видео я смотрю но делать это я не буду потому что это делается просто для заработка а я хочу испытывать удовлетворение от работы вот с одной стороны а другой стороны думаю почему собственно я должен а еще там были жалобы типа видео длинная смотрим всякую фигню тут по 50 минут ну ну ладно сейчас сделаю пару штук по три минуты пойду на поводу но пока собирался то дрова надо поколоть то еще чего-нибудь пока собирался снять такое видео пришла в голову умная мысль почему собственно говоря я должен делать что-то по заказу чего ради точнее не по заказу а исправлять так как им хочется вот думаю если буду снимать то буду снимать то где мне самому и что интересно вот на этом на этой умной мысли я как бы остановился капусту на этом канале мы с вами солим уже не первый раз потому что процесс такой мозгов не требующий механический под это дело удобно болтать чем мы сейчас и будем с вами заниматься вот смотрите я потёр это достаточно нудная работа но еще раз покажу вам как солится капуста нас уж пошла такая пьянка вот на этой терке получается очень мелко очень мелко и поэтому не требует перетирания я вам показывал там где-то классический способ вот когда на такой трешь то ничего перетирать не нужно просто взяли слегка посолили и на этом все и чуть-чуть перемешать как стараясь не ломать это дело сейчас попробую должен быть вкус должен быть как он слегка недосольного салата тогда у вас капуста заквасится если вы пересолите она у вас не будет бродить и не заквасится я вернусь к вам перерывчик сделал за это время стемнело но и зато я пообедал ну вот и возвращаясь к нашим баранам получается что заходишь на youtube а у меня телевизора нет это меня единственный источник что-нибудь посмотреть там рекомендованных видео одна и та же фигня которая там битва льва с крокодилом вертикальный взлет боинга все друг у друга эти видео ворует потом еще в социальных сетях смотрел и посмотришь все это а там не миллиарды просмотров и думаешь нафига я этим занимаюсь я сейчас это сниму 1000 человек посмотрят потому что я начинал когда вот этот канал про еду когда еще никому в голову не приходило сейчас этих каналов про еду развелось очень много мягко говоря кстати вот когда трете осторожнее потому что можно без пальцев остаться реально что я кочерыжку что ли точу вообще тенденция идет к чему сейчас же все автоматизировано роботы все делают заводы делают почти полностью автоматически как в том анекдоте суда суешь барана а с той стороны получаешь уже полку колбасы человеческий труд он нужен все меньше и меньше то что у нас в нашей стране пока еще используется ручной труд это просто для того чтобы люди при деле были и не спились раньше времени вот потому что уже одна краснодарская и ставропольской области могут прокормить нас всех всю страну ну еще долгородская наверно там свиней выращивают очень четко научились когда едешь ванищи такая от свинарников от этих остальных это просто наше с вами но у меня зарплаты нету у вас если есть это все посуды и безработица потому что вообще в большинстве случаев это нафиг не нужно нас уже всех можно заменить 3d принтерами условно говоря но сфера обслуживание еще останется но это вот так вот вручную никто капусту тереть уже не будет это я для истории тоже снимаю чтобы люди которые будут питаться из тюбиков чтоб они могли хотя бы посмотреть и там какие-нибудь хипстеры провести эксперименты засолить капусту посмотреть что будет хотя нет уверенности что капуста будет вот я кстати заранее начистил морковку капусту вот всю порезал почистил ее когда готовите капусту кстати очень важно чтобы чтобы все было чисто чтобы не попадала не попала туда не чернота не всякие гнилостные моменты не грязные должно быть на уровне стерильности то что у меня падает на пол я уже сюда не брошу вот вот эти анекдоты ходят о том что при засолке капусты там в сапогах и гадят туда и все ну во первых это брехня а во вторых если какие случаи и бывают то это все при тех объемах промышленные засолки капусты вы с водой питьевой из крана получаете больше чем там вот так возвращаясь к нашим роботам останется только сверх сфера обслуживания в каком смысле половина будут снимать видео о том как они что-то делают а другая половина будет смотреть люди в основном вот как только у нас бухать станут меньше да то недалек тот день когда начнут платить пособие чтобы люди не работали не по безработице а чтобы они на работу не ходили не мешали роботам и машинам работать тут встает вопрос про мировую за кулису зачем им это столько нужно зачем нужно столько людей я думаю вот эти вот олигархи но самые главные там человек стоны на мир зачем настолько людишек то нам компари принесет зонтиком как бы много народу не надо и все равно вот попытки уничтожить людей есть да это спит воины что там еще то придумали последнее время что еще что-то оригинального ничего не было ли я забыл вспомню скажу а пропаганда нетрадиционной половой ориентации тоже все для снижения рождаемости вот еще не удается им до мусульманских стран это донести ближнего и среднего востока а вот и до негров в африке вот как только дойдет до них так что фишка попрет я считаю но я бы не сказал что эти вот проблемы глобально они меня очень волнуют более того не меня не очень волнует меня больше волнует заготовка дров если так честно говорить привезут не лесорубы дров или не привезут значит как их попилить как их поколоть опять же к вопросу о видео то ли видео снимать то ли идти дровами заниматься так он мультиварку поставил вчерашней гречневой каши кинул туда сосиски банку леча осеннего открыл и все у тебя в порядке прекрасный объект не надо не штатив устанавливать и батарейку не флешку проверять секунду я видео перезапущу ну надо будет еще эксперимент провести попробовать ничего не говорить будут смотреть видео где я просто тру и больше ничего кстати вот обиженные там этом 40 минут смотрели видео про тыкву 50 сколько там товарищи зачем вообще это смотрите вы что не видите счетчик там четко написано 50 минут не хочешь смотреть 50 минут набери оригинальный рецепт тыквы угли и прочти текстовый рецепт зачем все это смотреть чтобы потом обиды рассказывать что-то я увлекся и морковки не посыпал и не перемешал впрочем пока ведро не полное это не страшно все таки вот это вот работа я не люблю однообразную работу и все время собираюсь вот там что-нибудь шить длинная или вот папуста тереть собираюсь нового нельзя сказать что как на каторгу ну как бы готовлюсь к этому морально осторожнее руки лучше не дотереть потом ножичком бабах чем перетереть это самое страшное и не давите сильно потому что если соскочит рука то как раз вот надо заслай сети ручку я вернусь к вам продолжай пока не кончилась флешка вот еще недавно смотрел видео причем не одно а штуки две или три до некоего коуча и тренера тренирует женщин даже помню фамилию кажется тимофеев алексей алексей точно значит официально представляется как вот этот который женщинам дает новую как это методику охлобучивание мужиков но но мне даже стыдно рассказывать про что он там говорит как бы язык не поворачивается но чем смысл в том что женщины ваша задача как можно быстрее с мужиком переспать потому что разговаривать с ним все равно не о чем с ним это с кандидатом потенциально но я думаю вот до чего только мужики настолько изобретательны что чтобы облегчить себе доступ к женскому телу до что даже вот придумывают целые теории и становятся тренерами понимаете это прекрасно настолько изворотливая причем он там гонит им как бы вот мужчины ведут себя так мужчины ведут себя не так а вот здесь нужно с мужиками так и все советы чтобы ему было удобно с ними это охмурять и использовать а при том что мужики как бы разные ему даже в голову не приходит вот ну в общем ищите ищите видео как его называет алексей тимофеев но настолько прекрасен что я прям рекламу бесплатно молодец такой молодец поржете от души правда голос такой у него нетрадиционный в общем молодец да снимаю шляпу как говорится вот на чем мы остановились но еще хотел призвать вас вот я делаю это не так давно стоп 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 соль не так давно после крещения да как раз все купались водичку набирали и как бы самое время признать призвать вас думать о душе покаяться и все такое не только заниматься пищей насущный но и духовный пробуем должно быть всегда чуть-чуть как как чуть-чуть недосоленный салатик тогда будет все нормально кстати еще хотите открою вам одну тайну про капусту вот мне пофигу потому что капуста в основном идет не на праздничный стол а так съесть а если вы хотите чтобы она была особо красивая то морковку не кладите солите без морковки от перед подачей на стол но если вы в ресторане работаете и смотрите мой канал а перед подачей на стол уже добавляйте морковку будет очень красиво капуста будет белая белая а морковка будет красная а для целей как бы все равно щи можно и так солить кстати у меня марку у меня капуста самое вкусное вот относительно тех кто торгует на рынке ну там бабушки я у них пробую у них у всех пересоленная капуста и в нашем городишке который здесь поблизости от меня они уже привыкли к ней думают что такая квашеная капуста и должна быть причем что характерно они сами не едят я приносил капусту говорю попробую есть такая варвара игру варвар попробую ой я капусту не ем как же ты ее солишь и торгуешь если ты ее не ешь зачем ты это делаешь но другой бабки подхожу говорю попробую я не ем капусту они все не едят капусту пойму пучит что ли так делаем еще перерывчик я вернусь к проверю флешку хотел продолжить какой-нибудь мудрый прогон но прошло достаточно много времени я успел уже и в магазин съездить чуть капуста не засохла поэтому уже как бы в голове уже не то в голове уже не то мне бы ее дотереть и спать лечь эту капусту поэтому наверное я с вами сейчас попрощаюсь и да и по времени в общем то зачем делать по 50 минут я их буду может быть делать чуть-чуть почаще если получится но но ну покороче кому хочется еще что послушать те могут щелкнуть по имени канала и выбрать какое-нибудь видео там этих прогонов дофига на этом все не забывайте лайкнуть не забывайте написать комментарий особенно комментарии если на длинный нету сил напишите что-нибудь коротенькое типа ну на этом все не забывайте рекомендовать видео фейсбуке твиттере контакте одноклассниках пока